привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить внутреннюю тьму вторую часть и мы судя по всему на финишной черте потому что мы спускаемся в колодец который находится у нас там у нас есть для этого все инструменты то есть это вот металлическая отвертка непонятно у нас есть символ который мы собрали из трех у нас есть фамильное кольцо все что нужно но сначала ой здоров спасибо сначала мы пойдем в дом и тут у нас парочка пасхалок посмотрим на них 1 ты комната с то есть библиотека на втором этаже а второе это комната со статуями которые находятся на первом этаже там где говорящие эти были две головы то есть головы было две на говорящие из них было только одна с этим мы разбираемся и потом начинаем уже подходить колодцу а в колодце нас ждет на развязка сюжета насколько я знаю это вроде как будет очень сложная головоломка поэтому возможно мне как и в предыдущей серии под конец придется поломать голову но мне это не пугает на того стоило потому что игра на мой взгляд очень хороша именно в плане того что она очень свежо воспринимается ничего такого я давно не играл но конечно настолько кривых игр я давно не видел ко всему прочему здесь же по моему вот просто подумать вот маленькая комнатушка с минимумом детализации грузится я не знаю дольше чем уровень в баттлфилде третьем огромный это называется чудеса оптимизации я думаю это один из рисунков моего деда на обороте рисунка написано галиб урал и унур неведомо по гости у подножия норкутской горы вот наш еще одна пасхалка урал понимаешь больше ничего тут нового нет по-прежнему жутики все эти на своих местах ну ладно не могу сказать что это пасхалка прям какая-то ценная полезная так для галочки по большей части на чтобы к со 2 2 попасть нам нужно будет по лестнице подняться то есть еще одну загрузку такую же подождать не очень хорошо ничего потерпим кстати говоря вот как только мы закончим эту внутреннюю тьму получается если мы сегодня закончим то завтрашнего дня у нас новый ужастик будет представляете по моему круто и вот раз я хочу поиграть во что-то более экшеновое то есть именно по атмосфере по сюжету вот эта игра она по моему очень хороша но ей не хватает моментов которых бы ты понимал что вот сейчас чуть-чуть и тут эти звуки вот так не пугает потому что знаешь ничего не может выбежать чисто это ограничение жанра ограничение местного геймплея а тут нет загрузки мне казалось на второй этаж поднимаешься еще загрузка но короче бы короче говоря что тут именно такое где понимаешь что тебя могут сожрать любой момент тут совсем другое дело да вот она внутренняя тьма по следам я слышал об этой книге мне рассказывается детективе который расследует свое последнее дело узнает страшные тайны о собственном прошлом да что вы говорите вдохновленная работами города филлипса лавкрафта лично лавкрафт не знаю как от привести вычеркнуто из времени что что-то в этом духе shadow out of the time так ну и все принципе пора попрощаться с этим домом не могу сказать что он какой-то дико гостеприимный но по крайней мере одна из самых интересных локаций на мой взгляд в игре кстати говоря спасибо тем людям которые прислали видео ответом то есть свои видео именно на ту пасхалку помните где старый дом мы спускались внизу там куча насекомых было и эти насекомые должны были тебя покусать в таком случае там у тебя галлюцинации начинали с тобой труп начинал разговаривать прикольно потому что я сам не смог на сколько комнате стояла и меня просто не кусали так ну что ж я на сто процентов уверен что моя теория верна и сейчас мы это отвертки откроем местные запоры берем так замок открыт лично последний раз когда мы тут были мы видели шобода или это был кошмар как бы там ни было это было в детстве город а посмотрим что же нас ждет теперь ну почему я не удивлен ну почему я не удивлен о подпорки плохом состоянии это все у нас я что упал он оттуда как я мог пережить падение с такой высоты а может я уже умер то он оттуда упал не оттуда так ну что ж пойдемте на встречу своей судьбе настолько это все дышит первый пенумбры я прям не знаю очень похоже это что такое ой что-то так фреймрейт упал это просто как вот кошмар 7 кадров в секунду игра почему так и кривая ока наверх смотришь она умирает ладно допустим о и чтобы это могло значить ну допустим и нужно чтобы они все не пошли в красную зону я так понимаю ну а тот уже пошел то есть самый верхний ну ладно и чё а я опять головоломку решил ну ладно как обычно так наверх я даже боюсь смотреть там видимо слишком много всякого наворочено поэтому давайте пока не приедем будем вот так вот смотреть в пол стыдлива да судя по теме мы как раз туда и поднимаемся о блин а мы опускаемся под воду или нет неплохо так ну офигеть да это ж какая высота глубина вернее ну хорошо что-то совсем куда-то мы уже не туда попали ну мне понравилось как я головоломку решил ох ты посмотри с ума сойти тут даже мой фонарик не нужен прикольно но это вы понимаете да что это не человеческие технологии это именно вот эти вот рептилоиды какие-то расы ящеров разумных которые жила до человека все отстроила эти места переживают не самые лучшие времена скоро все завалит похоже ну что за полип я не ошпарюсь дельфины офигеть слишком темно ну ладно попали такими в подземный город и это по моему удивительно на самом деле удивило очень красиво было сделано после вот таких коридоров вот думаю что разработчики они у них руки все-таки кривые и они ничего принципиально красивого на принципе неплохой технологии сделать не могут но разубедили меня только что это было красиво подожди это же то самое место нет или похожее просто где мы скелет видели похоже тут все готово развалится давайте что ли я не знаю по часовой стрелы как обычного тихо ты кто он похож на да это я один пик мэн поеда вы издеваетесь что ли что это он я думал он мертв как как вы эдвин пикмэн верно мистер пикмэн я думал вы умерли что вы здесь делаете умер для того чтобы стать свободным умереть недостаточно мы не увидим ничего кроме тьмы татара у меня нет выбора я должен следовать их зову ну а фонарей теперь так давайте ка мы сохранимся я чувствую концовка очень близко поэтому мы не просто сохранимся а мы сохранимся сейчас На отдельный слот Вообще, то есть Создадим запись Нет, можно новую Это что такое? Ну ладно, сохранимся куда-нибудь, я не знаю Давайте на 41 Допустим Так, назовем эту запись Вот так-то Потому что меня просили именно в этом моменте Сохраниться и Тут несколько концовок показать их все Поэтому постараемся Так, теперь сюда Ой, что это такое? Я нечаянно кнопочку нажал Ага Так, ну нам очевидно Я знаю, что нам сюда нужно Этот медальон поставить Это подождет, давайте сходим тогда туда еще Нам очевидно туда нужно По сюжету О, сюда мы не пролезем Понятно Так, дальше Для чего у нас Кольцо Черное зеркало Вот этот вот кинжал Я даже не уверен, что это нам все пригодится В этой игре Переизбыт Ключей всяких Подожди Не подходит А, ну теперь нужно Да Отлично Хорошо Остаток моего пути Сквозь чрева Тартара Насколько я помню Был настоящим Кошмаром Ужасом Который может присниться Только сумасшедшему Возможно Я сумел заглянуть в недра самого ада А может быть это был просто тяжкий бред, порожденный моим больным разумом Я правда не знаю Да и кто знает Где было видение черного зева вселенной Где слепые планеты в вихре звездной метели летят Черной бездне, объятые ужасом вечным Без памяти Без имени Без цели Я видел тварей Существ, которых никто из живущих не видел прежде Только подумать, что природа решилась создать такое Нет! Природа никогда не породила бы такую мерзость Огромные летающие твари, похожие на мотыльков И твари, медленно ползающие в каждом уголке холодного до человеческого города И худшие из всего Гибриды человека и рептилии Стоющие из базальтовых гробниц В нишах, темных, замшелых стен Все еще покрытых роскошной резьбой Под потусторонние и все же плекущие звуки заклинаний Любой здравомыслящий человек, услышав это, сочтет меня сумасшедшим И я искренне надеюсь, что так оно и есть Потому что, уж если я безумен, то это милость Пусть боги пощадят того, кто в своей грубости душевной Способен сохранить разум до самого ужасного конца Наконец, спустя, как мне показалось, много дней Я достиг места, быть в котором мне было назначено еще до рождения Я уж подумал, что все на этом монологии закончится Но переигрывает, да? Аттер переигрывает Но в целом это вот такой лавкрафтовский стиль Вот эти вот невиданные миры Существа, против которых сама природа Так, вот это вот похоже именно тот коридор, про который мне говорили Сказали, Артур, сохранись тут обязательно Давайте еще и тут сохранимся, вот на этот И назовем Финал Ли Вот так вот Чтоб мне спокойно было Эти статуи Они точно такие же, как те, которые я видел в фамильной усыпальнице Теперь я знаю, какую мерзость они изображают Твою мать Я думаю, что шевелится Иди вперед, говорит Офигеть Здесь таится что-то ужасное Я это очень ясно ощущаю Бездна 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 Другое измерение уже просто Похоже, что тут скоро все обрушится Нет, от каверна Чудо, что вообще еще держится Все эти нескончаемые годы На нас сверху валится потолок Темные, похоже, бездонные колодец И все же мне кажется, что я слышу музыку, исходящую из его глубин Кто же это там сидит такой? Кто-то там сидит такой Я слышу, как кто-то зовет меня из глубины этого камня Как будто напрямую обращается к моему сознанию Офигеть Где я? Что это за место? Ну вот Почему ты колеблешься? Ах Почему наступаешь на путь своих предков? Ушла и неотвративая путь Тебя Призвали с целью Он снизит Твоё существование Исполняет задачу Стоящую перед тобой У тебя нет Небора Так Так, а вот, похоже Одна из двух развилок Вроде и другие есть Нет У меня есть иной выбор Нет У меня есть иной выбор Я не марионетка Я могу делать то, что хочу Сейчас посмотрим Ну, спорить с... Что это? Бог? Или что это такое? По-моему, достаточно глупо Ой Нолдор Говард Не позволяй Нерлатотепу Сбить тебя с толку Он слишком опасен Не слушай его Разбей кристалл И этот кошмар Прекратится Разбей камень Разрушь планы Этих проклятых чудовищ А вот так А вот так О, я не думаю О, я не думаю Я тоже Ну, судя по всему, не ушел Хорошо, что если сказать да? Следующий абзац представляет собой краткий пересказ журнальных и газетных статей, посвященных странным событиям, имевшим место на недавних археологических раскопках. Хотя они и вызвали бурную реакцию в рядах мелких местных сект, большинство населения быстро о них забыло. Полиция сделала еще более странное заявление. Суперинтендант О'Нил заявил, что после обрушения подземного города в результате мощного землетрясения, нанесшего урон Аркхамменду и прилегающим городам около месяца назад, некий археолог обнаружил в ранее не исследованных безднах этих развалин труп неизвестного мужчины. В ходе расследования была установлена личность мужчины. Это Говард и Лоррейд, пациент, сбежавший из психиатрической клиники Велсмотт. Как он проник в подземный город, зачем он пришел туда и как добрался до таких мест, куда несколько месяцев не могли пробиться даже археологи, все это по-прежнему остается загадкой. Значит, умер Говард. Понятно. Не самая хорошая концовка. Но, тем не менее, какая уж есть, тем не менее, мы разрушили планы. Это, можно сказать, даже героическая смерть. Разрушили планы этого башка местного. И все пошло наперекосяк у них в итоге. Да, и на этом игра заканчивается. Так, ну давайте загрузим теперь... И попробуем сказать, да, хорошо, мой повелитель. Вот эта концовка, насколько я понимаю, правильная. Подожди. Говард Лоррейд. О-о-о-о. Так. Офигеть. Офигеть просто. Так. Прошли ее за 7 часов 6 минут. Документы. Улики. Скрытые улики. Ну, улики мы это потому, что... То есть мы играли не на самом сложном, и не нужно было самому выяснить. Все пасхалки нашли. Из секретов нашли практически все. Ладно. Хотим сохранить. Зачем нам. Теперь давайте попробуем согласиться. Я так понимаю, вторая развилка будет. Ну что... Что это за бабайка вообще такая? Почему ты колебнешься? Ну понятно, что это тот бог, а не я. Как-то там его... Да, мне придется ступить на путь, которым прошли мои предки. Ну ладно. Че изменилось в итоге? То же самое. Говард. Не позволяй Нерлататепу сбить тебя с толку. Он слишком опасен. Не слушай его. Разбей кристалл, и этот кошмар прекратится. Разбей камень. Разрушь планы этих проклятых чудовищ. Так, ну если я понимаю, так я сейчас вот этот камень разрушу, то мы опять получим концовку Тартар. Не вариант, мы его только что видели. Поэтому так. Нерлататых монстров? Кто бы говорил? Я покажу тебе, кто тут настоящий монстр. Нельзя убить того, кто уже мертв, Говард. Нет. Ты не Говард. Его больше нет. Прости, но я должен это сделать. Еще лучше концовка. И он разрушил, да? Нет. Нет. Не прикасайся ко мне. Не прикасайся ко мне. Концовки добрые такие, светлые, жизнерадостные. Согласитесь, только так и могла закончиться такая история. Насколько все-таки вот это вот повествование отличается от того, что нам показывают в современных ужастиках. Следующий абзац представляет собой краткий пересказ журнальных и газетных статей, посвященных странным событиям и местом местам на недавних археологических раскопках. Хотя они и вызвали бурную реакцию в рядах мелких местных сект, большинство населения быстро о них забыло. Полиция сделала еще более странное заявление. Суперинтендант О'Нил заявил, что после обрушения подземного города на результате мощного землетрясения, нанесшего урон Аркхаменду и прилегающим городам около месяца назад, некий археолог обнаружил в ранее неисследованных безднах этих развалин труп неизвестного мужчины. В ходе расследования была установлена личность мужчины. Это Говард и Лоррейт, пациент, сбежавший из психиатрической клиники Велсмот. Как он проник в подземный город, зачем он пришел туда и как добрался до таких мест, куда несколько месяцев не могли пробиться даже археологи, все это по-прежнему остается загадкой. Да, похоже на то. В небольших деталях отличаются концовки, а так в основном одно и то же, по-моему. Ну-ка, ничего больше не будет? Ну, в целом, все, я так больше... Да, все, короче говоря. И под конец сейчас будет то же самое, нет? Или что-то другое будет? Да, похоже, та же самая заставочка будет. По-любому Говард не упаковался. Хоть так, хоть эдак. Хоть в лоб, хоть по обу. Да, похоже, один в один. А нет, смотри. Или да. А нет, он сам с ними пошел в этот раз. Ну да. Если в первый раз вытащили... Если в первый раз вытащили против Воли, то во второй раз, как бы, и конец метаморфоз. Во второй раз, собственно, он сам встал на сторону зла, если можно так сказать. И на этом заканчиваем прохождение данной игры, данной серии. Третьей части пока, к сожалению, нет. Но я думаю, со временем, возможно, и сделают. Не уверен. Я, честно говоря, не особо в курсе, чем там эта контора сейчас занимается. Но как бы там ни было, это было интересно и настолько нестандартно, что я ни капли не жалею. Да, игра очень кривая. Очень кривая. Столько проблем с ней было. Что с первой частью, что со второй. И при записи именно. Но вот именно нестандартность и какой-то вот такой подход книжный все искупает. В ней нет какого-то вот сюжета такого современного. То есть, что там вот есть определенные плохие, определенные хорошие. Как обычно, после финала больше вопросов осталось, чем дали ответов. Что там, при чем там дед? Что там вот этот джедай? Там вот нафига вот это вообще все было городить, если в итоге в финале это как-то даже не использовалось, ни разу. Короче говоря, на многие вопросы ответили. Еще больше вопросов появилось, на которые никакого ответа мы не получили. Но тем не менее, это было круто, очень необычно. Надеюсь, понравилось вам. По-моему, я обе концовки, возможно, я показал. Если есть еще концовки, напишите в комментариях, а лучше добавьте видеоответом к этому видео. Я поставлю тут, то есть, чтобы принималось. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас мне нужно будет взяться за что-то более такое экшеновое, но при этом более страшное, потому что эта игра, при всех ее достоинствах, она была не очень страшная. Как только мы начали понимать, что местная механика игры не позволяет, то есть, реализовать там экшен какой-то, чтобы там за тобой кто-то гонялся, поэтому сразу как-то в этот момент уже расслабился. Сейчас нужно что-то более такое примитивное, но при этом более страшное взять. Так что увидимся в следующих хоррорах. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok